Приветствую вас! Вы знаете, я, если честно, не очень понял, о чём вы написали в своём вопросе. То есть, вы пишите, значит, вы сидели с подручкой, беседовали, пришло время, когда ей нужно было отправляться домой, было уже темно, своего парня подручка просить не хотела. Забраться её. Заказывает вопрос, почему? Что в этом такого? Что за... Проблема у подруги? С парнем. Далее, это сделали вы. Сделали что? Позвонили ему и попросили забрать. Кого? Забрать. Кому вы позвонили? Парню... Подруге? Или своему... Своему парню? Вы пишите, парень первый раз столкнулся с этой ситуацией и был очень расстроен. Какой парень? Если вы позвонили своему парню и попросили забрать вашу подругу, непонятно, почему он был расстроен. Если вы позвонили её парню и попросили парню подругу и попросили парня подруги забрать, тоже не совсем понятно из-за чего ваш парень тогда расстроился. Они были расстроены настолько, что сводил за шею и даже, но не душил. Это получается, что приступ ревности у него был. И в этом случае я вынужден не согласиться с коллегой, да, и высказать предположение, что в случае, если у мужчины действительно ревность взыграла или проявила себя ревность, то... Я думаю, что она проявит себя ещё. То есть ревность это не то чувство, которое, знаете, может перестать иметь место быть. Ревность это чувство, которое представляет из себя системную проблему. То есть системная, это значит, постарающаяся, постарающаяся снова и снова, снова и снова проблему. Ревность это определённые ошибочные представления человека, в данном случае мужчины, ну вот, о себе, об отношениях, вот, и, соответственно, как результат возникает проблема. Вот, поэтому если это действительно была ревность, то здесь нужно не смотреть на данную ситуацию в таком ключе давать или не давать сейчас. А нужно смотреть на это в таком ключе, почему, почему мужчина, да, повёл себя именно вот, ну, именно вот так. То есть, понимаете, да, это не страшно, как бы, такое его поведение, да, это не страшно. И, очевидно, что ситуация может, соответственно, повториться, вот. И, как правило, ситуация повторяется с ещё большим размахом, с ещё большим, значит, негативом и так далее. Вот. Вот. К сожалению. По-другому, к сожалению, не бывает. Ну, прямо из ревности, это, как я сказал, да, это системная проблема. Вот. Вот. Дальше. Так. Значит, раскаю со целых коленях, давал обещание, что это больше не будет и не меня не станет держать в страхе. Не очень понятно, что здесь имеется в виду, да, о каком страхе вообще идет речь, с чего вы должны бояться и так далее. То есть, у меня здесь возникает такое ощущение, что вы нам о всей ситуации как бы не рассказываете, да, то есть, есть как бы ещё два, ну, есть ещё как бы какие-то факты, которые вы нам не предлагаете здесь, скрывая их от нас. Вот. Если это так, то, соответственно, я бы рекомендовал вам этого не делать, я бы рекомендовал вам, наоборот, рассказать всё как есть. Вот. Потому что история эта очень, очень важна. Вот. Дальше. Вы пишите. А, да, ещё. Спасибо. Я хотел сказать, что для мужчины, для мужчины, вот, скорее всего, является одним из главных моментов, то, что он раскаивается. То есть, это особенность, особенность поведения людей в треугольнике Карпмана. Вот. Вы можете почитать в интернете об этом всё об этом. Вот. Вот. Что, когда человек начинает играть роль преследователя, вот, а именно такую роль он играл по отношению к вам, да, вот. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а, то, соответственно он, а-а-а-ом, с Амельболи упадёт в состояние жертвы, жертвы. Вот. То есть, ну, ну, будет, будет как бы жертвы, а-а-ат. И, соответственно, будет, а-а-а, извиняться перед вами там, ну и так далее. Вот. По факту, по факту будет происходить вот именно такая история. И мне кажется, мне кажется, что здесь очень важно вам и именно вам самой, да, не принимать этого расчета. То есть, не принимать его извинений, да, но и не отталкивать его, а лучше постараться выяснить, что за этим стоит. То есть, ну, ты же так поступил, да, значит, что, ну, наверное, тебя что-то волнует, да, тебя что-то беспокоит, наверное. То есть, вот как бы, что-то произошло, что-то произошло. Так вот, давай поговорим об этом, о том, что произошло. Ну, потому что, ну, я бы не хотел, чтобы такое повторилось. Вот. То есть, вы играете в его игру, когда... Ставите для себя дилемму, да, либо уходите от него, либо оставаться. Вот. И таким образом, игра, она будет продолжаться. Равно. В любом случае, она будет продолжаться. Игра. Потому что, для мужчины этого, вот, для любых игроков, вот, для любых участников, для каждого участника треугольника Карпмана, да, вот, очень важная вот эта вот история. Чтобы, чтобы я спорвал был предскверивателем, а потом жертвы. Вот. То есть, именно так вот себя и ведут игроки и участники треугольника Карпмана, вот. Соответственно, если вам не хочется, чтобы эта ситуация происходила, да, с вами, дальше, вот, я рекомендую, значит, не играть в эту игру, которую, которую вам навязывает мужчина. Вот. Ну, может быть, он это делает не специально, да, но, тем не менее. Ну, может, иначе, ну, в раздельном случае, вы просто будете, вот, перебиваться от одного такого эпизода, да, до другого эпизода. Потому что мужчина, ну, он будет так же, как бы, извиняться, он будет так же, так же, так же извиняться перед вами, вот. А он будет так же просить прощения, умолять вас. Только, как бы, ничего не изменится, не изменится. Вот и всё. Потому что это, ну, как я уже сказал, да, системная проблема. Поэтому подумайте для себя, вот, каких отношений вы хотите. Вот. И, как бы, если мужчина, вот, он, ну, проявил себя так, да, то это ничего страшного. Это, в принципе, даже хорошо, что он тебя так проявил. Просто вы его узнали. Узнали о том, что у него есть, вот, ну, какие-то проблемы. Вот. Теперь ему нужно с этими проблемами со своими, да, что-то сделать. Ну, то есть, поработать. Вот. Обратиться, например, к психологу. Вот. И с психологом посмотреть, что вызвало такую реакцию. Вот. Опять же, я по опыту могу сказать, что люди, которые, вот, примерно так реагируют, да, они склонны свои чувства подавлять. Вот. Ну, то есть, ваш мужчина, он, вероятно, не выражает свои чувства. Прямо. Вот. И из-за этого они у него накапливаются, накапливаются, и в итоге выражаются, ну, в итоге выражаются вот в виде таких взрывов. Вот. Которые, по итогу, ничего хорошего не дают ни ему, ни вам, ни кому-либо ещё. Вот. К сожалению. А вот, в принципе, то, что можно сказать. В принципе. Да. Как бы. А, потому что, я встречал, а, таких, а, такие бары, где люди, вот, испытывали, а, проблемы. Так, ну, такого типа. И я могу сказать, что всё это оканчивалось, как правило, одним из тем. Вот. Вот. Это такая вот боль. А, это обиды, ожидания, а, ну, завышенные, завышенные ожидания. Вот. И, соответственно, по итогу, либо люди страдали, эм, в отношениях, постоянно, либо расходились. Ну, ну, и худший вариант, когда человек, как бы, проникался к другому симпатии, да, и, соответственно, переставал, эм, как-то, вот, себя ценить. Мне бы, опять же, не хотелось бы, чтобы, ну, чтобы такая история была, была с вами. Вот. Вот. Поэтому, давайте, вот, постараемся, эм, ее избежать, избежать. То есть, что нам, для этого, для этого, нужно сделать, что нам, для этого, нужно сделать, это, это уже, детали. Да. Да. Ну, давайте, постараемся, это избежать. Посмотрите, пожалуйста, треугольник Скарпона, в интернете. Вот. Я полагаю, что, то будет, полезно, эм, для вас. И, соответственно, да, имея более, полное представление о том, что происходит, вы сможете, эм, принять верное решение. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.